Не самая длинная, но ее размеры действительно впечатляют. Не самая ядовитая, но дозы яда хватит, чтобы убить слона. Не самая быстрая, однако встреча с ней вселяет ужас и не оставляет шансов потенциальной добычи. И если льва можно назвать царем зверей, то среди присмыкающихся тоже есть царская особа, которая не привыкла церемониться даже с себе подобными. Привет, друзья! Вы на канале Время с Пользой и сегодня речь пойдет об одном из самых известных ядовитых хищников – королевской кобре. Переходим к делу. Королевская кобра – крупнейшая из всех ядовитых змей планеты. Длина взрослых особей обычно составляет от 3 до 4 метров, но учитывая, что змеи растут всю жизнь, рекордные размеры могут приближаться к 6 метрам. При этом средний вес редко превышает 9 килограмм. Несмотря на название, змея не относится к настоящим кобрам. Ее выделяют в отдельный род, в котором она и является единственным представителем. Королевскую кобру трудно не узнать, благодаря своеобразному капюшону с темными щитками, которые раздуваются в случае опасности. Коричневый или оливковый окрас по всей длине тела дополняется желтоватыми полосами. Королевская кобра имеет обширный ареал обитания, который охватывает тропические леса Южной и Юго-Восточной Азии. Несмотря на размеры, это довольно скрытная змея, которая предпочитает коротать время в норах и пещерах. Кроме того, она с легкостью взбирается на деревья и без труда преодолевает водные преграды. Но основную часть времени рептилия проводят на земле. Раздвоенный язык – важнейший орган восприятия. Молекулы из воздуха попадают на орган Якобсона, с помощью которого информация передается в мозг, позволяя змее лучше ориентироваться в пространстве, например, когда речь заходит о поиске добычи. Латинское название королевской кобры в переводе означает «поедающая змей». Отсюда понятно, что составляет основу ее рациона. Тонкохвостый лазающий полос – не ядовитая змея, которая достигает двухметровой длины и питается мелкими птицами и грузунами. Увлеченная поиском жертвы, она не подозревает, что в ветвях деревьев скрывается смертельно опасный хищник. Добыча сбежала, но удастся ли скрыться полозу? Слишком поздно, ведь кобра уже готовится к атаке. Резкий выпад и коктейль из нейротоксинов парализуют жертву, превращая ее в сытный обед. Крысиная змея – еще один грозный охотник длиной более двух метров. И это – любимое лакомство королевской кобры. Жертва поднимается над землей, пытаясь казаться крупнее, но в сравнении с коброй она явно проигрывает. Сопротивление бесполезно. Достаточно минимальной дозы яда, чтобы справиться с такой добычей, но кобра действует наверняка. Укус за укусом и в тело противника вводится все больше смертельно опасных веществ. И это, несомненно, ускоряет процесс. Токсины блокируют сокращение мышц, что в итоге приводит к параличу легких и быстрой смерти. Яд кобры далеко не самый токсичный, но здесь решает его количество. За укус змея способна выделить около 600 миллиграмм яда, и это смертельная доза для 20 человек или взрослого индийского слона. Жертвами кобры могут стать даже ядовитые змеи, а в некоторых случаях она не прочь перекусить вараном. И хотя практически всегда кобра осуществляет задуманное, схватка с таким сильным противником, как питон, может закончиться трагедией для обоих. Королева змей погибает от удушья, а питон – от смертельной дозы яда. У королевской кобры отменное зрение. Она может увидеть цель на расстоянии 100 метров, чего более чем достаточно, чтобы принять решение – атаковать добычу или скрыться от опасности. Разбитые мышцы и сухожилия позволяют змее на треть поднимать свое тело, что используется не только для обзора, но и для запугивания противника и даже собственных сородичей, особенно во время брачного периода. Укусы в дуэли – запрещенный прием. Змея, которая оказалась придавленной к земле, принимает свое поражение и удаляется. Королевская кобра – единственная змея, которая строит гнездо для своих яиц. Оно представляет собой холм из листьев высотой в 1 метр. В инкубационный период, который длится 3 месяца, самка не покидает кладку. В это время она особенно агрессивна и без раздумий нападает на любого потенциального противника. Увеличивая или уменьшая кучу, кобра поддерживает необходимую температуру в гнезде. Все это время змея может обходиться без еды. Потомство появляется на свет, и теперь каждый сам за себя. Змеи пока еще слабы и беззащитны, но уже довольно ядовиты. Многие из них станут жертвами хищных птиц, мангустов и более крупных родственников, в итоге выживет лишь каждый десятый. В недельном возрасте кобра уже имеет все навыки, чтобы вести охоту на других змей. Продолжительность жизни кобры около 20 лет, но при идеальных условиях она может прожить и более 30. Ежегодно в Индии от укусов ядовитых змей погибают около 50 тысяч человек. Из них от яда королевской кобры единицы. Дело в удивительной способности змеи контролировать дозу выпускаемого яда. Человек не входит в ее рацион, поэтому кобра предпочитает не расходовать драгоценное оружие понапрасну, используя атаку лишь чтобы припугнуть. Но в случае полноценного укуса у пострадавшего остаются считанные минуты, чтобы вести противоядие. В противном случае жить ему остается не более 15 минут. Но с течением лет встречи людей и королевских кобр происходят все чаще. И уж точно не по вине последних. Вырубая леса, кобр лишают естественных мест обитания. Кроме того, увеличение пассивных участков привлекает все больше грызунов. Получается, что люди привлекают крыс, крысы, крысиных змей, а они в свою очередь обеспечивают присутствие кобры. В течение года змея линяет до шести раз. В это время она становится уязвимой и в поисках теплого укромного места нередко заползает в жилище. В Индии королевская кобра считается священным животным. Беспричинное убийство змеи грозит серьезным наказанием. Но и без радикальных мер у человечества масса способов уменьшить численность не только кобр, но и множество других обитателей вечно зеленого леса. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok